итак тема воскресенья эта тема действительно очень важная эта тема которая помогает нам понять кто наш является спаситель что он садил для нас на голгофском кресте и что вообще как он пришел на эту землю как он как совершилось рождество его как дух святой был с ним все это время начиная с самого рождения и до самое до самого голгофского креста он сопровождал его он творил много чудес через славного спасителя и господа иисуса христа поэтому благодарны ему что он с ним пребывал всегда и когда он отдавал свою жизнь и тогда он был с ним и когда он умер и тогда он продолжал быть с ним и он совершил славное воскресенье между сады вместе с отцом небесным нашего спасителя и господа второго второе лицо при единого единого бога и так я хотел бы с вами начать наше исследование с салма 15 псалом мы с вами прочитаем 15 псалом песнь давида называется этот псалом храни меня божие ибо я на тебя уповаю я сказал господу ты господь мою блага мои тебе не нужны к святым которые на земле и к дивным твоим к ним все желание моё пусть умножается скорби у тех которые текут богу чужому я не возлю кровавых возлияние их и не помяну имен и устами моими яхвы есть часть наследия моего чаши моей ты держишь жребий мой межи мои прошли по прекрасным местам и наследие моё приятно для меня благословлю господа образумившего меня даже и ночью учит меня внутренность моя всегда видела перед собою господа ибо он одесну меня не поколеблюсь а того возрадовалась сердце моё и вас вели и возвеселился язык мой даже плод моя успокоиться в уповании ибо ты не оставишь души моей воде и не дашь святому твоему увидеть лень и ты укажешь мне путь жизни полнота радости перед лицом твоим блаженства в деснице твоей вовек слава господу за этот псалом давида за эту песню которую он пропел сейчас духом святым я думаю каждому сердцу потому что все что говорил этот царь израиля этот прекрасный псалмопевец который имел и пророческий дар и мы с вами видим действительно что он имел очень близкие драгоценные отношения с господом и поэтому он всегда был перед ним это касается и на чтобы и мы были в таких же близких и дорогих отношениях с нашим спасителем живым господом воскресшим иисусом христом и здесь мы с вами обнаруживаем в этом все в этом псалме стих 10 который очень интересен для нас что дух святой даровал ему откровения о а именно воскресение нашего господа иисуса христа ибо ты не оставишь души моей воде и не дашь святому твоему видеть лень и казалось бы кажется когда читаешь и видишь картину того что он говорит о себе что действительно а это касается лично его он просит бога не оставить души его в аду и и он уверен что его господь не даст им увидеть лень и и действительно мы можем лучше понять этот момент когда мы понимаем что многие вдохновленные пророки когда писали духом святым слова записывали то часто они не осознавали не понимали о ком идет речь здесь и конечно же когда а он это написал то он думал что это лично относится к нему и вот посмотрите как интересно объясняет это это и истолковать это место книги деяния апостол петр в своей речи книги деянии мы читаем с вами что произошло сошествие духа святого на церковь произошло рождение церкви и как интересно что именно петру дух святой проговорил чтобы он затронул тему не только того события которое связано с рождением народа с разговорением на разных языках которые мы заговорили ученики и прославляли бога но также он затронул вопрос именно связанный с воскресенье им иисуса вот посмотрите с 22 глава 23 стиха мы читаем всего по определенному советует предвидению божию преданного вы взяли и пригвоздили руками без закона хубили но бог воскресил его расторгнув уже смерти потому что ей невозможно было удержать его его давид говорит о нем видел я перед собой у господа всегда его надежно меня дабы я не поколебался а того возрадовалась сердце мое возвеселился язык мой даже плоть моя упокоится в уповании ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему видеть лень и ты дал мне познать путь жизни ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим и дальше он говорит мы сейчас вами как раз читали эти слова и дальше он говорит следующее мужи братья да будет позволено с дерзновением сказать вам о процеда виде что он и умер и погребен и гроб его у нас до сего дня будучи будучи же пророком и знаю что бокс клятва обещал ему от плода чрезвало воздвигнуть христа во плоти и посадить на престоле его он прежде сказал о воскресении христа что не оставлена душа его в аду и плоть его не видела ленья сего иисуса бог воскресил чему все мы свидетели аминь слава господу что у нас есть такой древний текст святой текст который дошел до нас а с первого века и мы знаем что конечно за две тысячи лет что уже прошло много много всяких событий на земле но именно события связаны с нашим господом христом из его победа на голгофе она продолжает это событие влиять на умы и сердца многих многих людей на земле во всех странах и народов даже просто если сегодня посмотреть на такие страны как а а европы или америки или канады мы видим с вами что эти страны они по-своему как-то отмечает это это день католики по-своему православные по-своему а и многие другие и ну евангельские христиане протестанты всякого рода и все они одним как бы хором они пытаются славить в это в это время пасхально и и понимает что действительно как они понимают насколько сильна их мира насколько они истине ходят во свете христа но они каким-то образом понимает важность всего этого события почему потому что я думаю что вообще желание людей жить вечно она вложена самим господом в сердца сердца всех тех кто появился на свет на этой земле потому что мы знаем что на протяжении многих тысяч лет создавали всякие эликсиры молодости и люди по сей день стремятся каким-то образом разными путями думают что возможно сохранить себя можно как-то удлинить свою жизнь как-то избежать смерти потому что это и это действительно желание которое вложил бог в сердце каждого человека который пришел в мир который бог просветил для того чтобы несмотря на то что он грешник уродился во грехе но все равно вот это желание жить вот это любовь жизни а даже к той жизни что мы сегодня живем здесь на земле много всяких трудностей болезней всяких несчастья и зла но так или иначе человек желает жить и действительно это затрагивало многие и сегодня затрагивает многие умы многие философы поэты сочиняли продолжает сегодня сочинять и думать о том что есть якобы и другие пути есть разные пути которые могут привести человека на небо и все понимают что есть действительно один а путь но попадая в разного рода движения какие-то секты культы то есть люди попадают в религиозную тьму и тогда начинаются проблемы большие тогда человек а думает а переходит от одной крайности к другой и многие говорят что вообще никакого нету неба и нету вообще у человека никакой души и что на самом деле все заканчивается тем что человек умирает и тлеет он в земле оказывается в могиле и на этом заканчивается жизнь то есть таким образом люди оскорбляет господа потому что он творец и создатель своих творений и его целью была самого начала чтобы люди владели с размножались на земле и потом чтобы они могли а прийти к господу прийти к господу на земле а потом на небе поэтому мы с вами видим что святое писание оно очень хорошо описывает разные в разных текстах мы с вами видим слева такие вот мысли связанные с воскресеньем удавайте обратим наше внимание на известные для нас всех а для нас всех место исаи 53 глава и посмотрим что здесь господ говорит нам об этом событии я не буду читать всю главу я лишь прочитаю то место которое как бы указывает нам на то что вот это агнец божий агнец закланы который описывается здесь в начале главы наш господь он что он претерпел и как он взял грехи людские на себя грехи всего мира и вот здесь десятый стихи говорит нам следующее даже можно прочитать с девятого ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха не было лжи в устах его но господу угодно было поразить его и он предал его мучению когда же душа его принесет жертву милостивиления он узрит потомство долговечное и воля господня благоуспешно будет исполняться рукой его на подвиг души своей он будет смотреть с довольством видите да дорогие что господь говорит от отец о том что он будет смотреть с довольством через познание его он праведник раб мой оправдает многих и грехи к на себе понесет и по 12 стих заключает эту важную мысль о воскресении посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то что предал душу свою на смерть их злодеем пристел был тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатая слава господу слава что у нас есть такое славное место где мы вновь видим о том что это победа голгофы не завершилась лишь смертью нашего господа который через свою смерть попрал державу врага сатаны дьявола потому что он держал души людей в своей темнице души людей которые не могли выйти из нее никогда бы никто не вышел если бы не пришел наш искупитель если бы он не заплатил эту дорогую цену чтобы спасти грешников потому что никто бы этого не смог сделать но это было возможно отцом именно на сына божьего и при том мы с вами знаем что это было совершено еще до вечности который был только на был только бог тогда еще не было ничего и никого он еще нет не сотворил ничего никаких творений ни духовного мира не тем более земли и поэтому мы знаем что он уже был назначен на господь вторая ипостась вторая личность второе лицо бога три единого для того чтобы он взял на себя а это этот титул это имя агнец божий и он знал что ему предстояло совершить великое для этой земли спасение многих и стать ходатаем для многих многих людей грешных и так мы с вами также можем обратить наш взор сейчас на еще одно место я вас пока веду здесь по верхому завету и вот мы с вами откроем пророка оси или оша а это 13 глава и мы с вами прочитаем 7 стиха господь говорит и я буду для них как лев как скимин буду подстерегать при дороге буду нападать на не как лишенные детей медведица и раздирать вместилище сердца их и поедать их там как львица полевые звери будут терзать их погубил ты себя израиль ибо только во мне опора твоя где царь твой теперь пусть он спасет тебя во всех городах твоих где судьи твои о которых говорил ты дай нам царя и начальников и я дал тебе царя во гневе моем я отнял в негодование моем связано в узел беззаконии ефрема сбережен его грех муки родильницы постигли его сын неразумный иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей от власти ада я искуплю их от смерти избавлю их смерть где твоя жало а где твоя победа раскаяния в этом не будет у меня хотя ефрем плодовит между братьями но придет восточный ветер поднимется ветер господин из пустыни и сохнет родник его и иссякнет источник его он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов так мы с вами видим что господь на в этом тексте что мы прочитали он обвиняет он обличает израиль за то что как они вели себя как они дал поклонствовали как они хотели как они желали иметь царя но только уже не бога а человеческого царя они хотели иметь человеческих судей но господь сказал что это беззаконие он указывает на эфрема эфрем представлял северное царство десятиколена это было со столицы самария и мы с вами знаем что много всего беззаконного и злого совершалось в этом десятиколенном царстве но в конце концов посмотрите какая любовь открывается перед нами божья то есть вот только-только он говорил обличал во гневе в ярости за то что народ делает и тут же мы видим его как отца который говорит такие слова пророчески мы слышим от власти ада я искуплю их поэтому говорит о народе израиля от смерти избавлю их смерти он будет где твоя жала где твоя победа то есть на что рассчитывал сатана на то что он уже одержал в дэме такую победу что никогда невозможно будет что-то сделать для человечества так думал враг на это он надеялся но мы с вами видим что господь премудр что он вселен что он страшен что никакой сатана никакой рыкающий лев не сможет сразиться с ним с настоящим львом львом из колена иудина поэтому мы с вами понимаем что здесь вот в этих словах звучит вот эта надежда будущего воскресения о котором сказано было через этого пророка что смерть будет не в состоянии ужалить нашего господа что господь поразит да господь поразил его в голову врага да он его ужалил все-таки но ужалил куда эту более он не смог ничего сделать это ужаливание в питу означало что он что он зайдет на крест голгоф и что он будет терпеть эти страшные муки и страдания и скорби которые он перенес да он он выдержал все он претерпел даже даже страшный гнев отцовский который должен был быть излит на человечество было был излит этот гнев на сына божьего потому что он стал заместительной величайшей жертвой за каждого грешника который придет на эту землю если мы с вами понимаем это то мы должны день и ночь поклоняться день и ночь благодарить бога что такую он великую победу совершил для нас грешников ничего не стоящих он совершил это от своей любви от того чтобы мы с вами пребывали с ним потому что эта победа открыла путь в небо и так мы с вами теперь переходим к новому завету и двигаемся дальше и мы с вами откроем вместе первое послание коринфянам первое послание коринфянам мы с вами открываем 15 главу 15 глава и мы читаем следующее очень интересное свидетельство которое дает апостол павел об этой теме воскресения с первого стиха читаем напоминаю вам братья евангелие которое я благовествовал вам который вы и приняли которым и утвердились которым и спасаетесь если преподанное удерживаете так как я благовествовал вам если только не тщетно уверовали ибо я первоначально преподал вам что и сам принял то есть что христос умер за грехи наши по писанию и что он погребен был и что он воскрес третий день по писанию и что явился кифе то есть петру потом двенадцати потом явился более нежели пятистам слышите пятьсот братьев одно время из которых большая часть до ныне в живых а некоторые и по почили потом явился якобы также всем апостолам а после всех явился и мне как некому извергу ибо я наименьше из апостолов и не достоин называться апостолом потому что гнал церковь божию но благодатью божию есть то что есть и благодать его во мне не было тщетно но я более всех потрудился не я впрочем а благодать божия которая со мною и так я ли они ли мы так проповедуем и вы так уверовали и так в этой первой части что мы сейчас с вами прочитали мы увидели что апостол павел говорит нам о том что сколько прекрасных свидетельств получили после воскресенья те кто жили в то время в юрусалиме и более 500 братья представляете себе какие-то какую интересную важную информацию дает нам господь здесь о том сколько было верных свидетелей видевших воскресшего иисуса христа и в том числе мы видим что и все апостолы видели его и и также он сам апостол павел поэтому слава господу что мы имеем это великое свидетельство и дальше вот интересно раскрывается еще она очень важная тема касающийся а вообще этого учения о воскресенье для коринского собрания обратим внимание с вами на на стих 12 если же о христе проповедуется что он воскрес из мертвых то как некоторые из вас говорят что нет воскресенье мертвых если нет воскресенье мертвых то и христос не воскрес а если христос не воскресла и пробует вон наша четно тщетной вера ваша притом бы мы оказались лжесвидетелями о боге потому Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, да еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Итак, мы с вами увидели, что в Каримском собрании было такое ужасное лжеучение о том, что люди вообще не могут воскреснуть, то есть нету такого события, хотя мы с вами знаем, что было по меньшей мере около восьми воскресений, о котором расскажет Писание, и оно начинается с Ветхого Завета, оно начинается с воскресения, которое совершил пророк Илья, потом пророк Елисей, потом от костей даже самого Елисея, который был уже в могиле, когда туда положили человека, и он воскрес через действие вот его духа, который оставался еще в костях, и этот человек воскрес. Ну и уже не говоря о всех тех воскресениях, которые совершил наш Господь Иисус, когда Он проповедовал, когда Он нес весь о царстве, мы с вами знаем и девочку, как Он воскресил, и юношу, как Он воскресил, как Он воскресил Лазаря, это было Его последним воскресением перед Его собственным воскресением. Поэтому мы с вами очень удивлены, наверное, тем, что не прошло буквально, может быть, ну, может быть, 20 лет, и мы видим, что вот как сатана действует и как задувает разные ветра от сатаны в церкви, и появляется вот такого рода учение. Поэтому мы видим, как Он обличает это, и Он говорит, так как же тогда, если же, значит, нет воскресения, значит, и Христос не мог, Он же был тот же человеком. Тогда бы и Он, значит, не воскрес? Как же такое может быть? Тогда ваша вера ничего не представляет сегодня. Тогда все те, кто веровали, погибли, они погибли навсегда, и действительно, это очень серьезные аргументы, о которых говорит апостол Павел. И мы с вами понимаем сегодня через вот это лжеучение, что многие собрания, как послание Галатам, как послание Кремлинам, они тоже там были определенного рода духовные заражения, о которых пишет апостол Юан в книге Откровения, где Господь обращается к собраниям и говорит о всякого рода лжеучениях Николаитов, о учении Извели и многих других лжеучений. Поэтому мы видим с вами, что духовная война, она продолжается, она уже идет около 6 тысяч лет, сегодня по еврейскому календарю 5781 год, и мы с вами видим, что эти лжеучения разного рода просто растут, как сорняки здесь на земле, и мы с вами видим, что сегодня заражение духовное идет и в церквях, даже и в ангельских, не говоря уже о харизматических. Поэтому, а как же мы должны быть сегодня трезвиться и бодрствовать, и понимать, в какое время мы живем, и то, что сказала Галя в начале, действительно, мало есть проблем внутренних, когда братья не доверяют друг другу, когда братья укоряют один другого, когда нету того мира единства, которое необходимо в собраниях, особенно в такое время, в которое мы с вами живем, мы уже тяжелое, бедственное время живем, когда мы перед нашими глазами, мы только чистаем статистику, а когда умирает несколько сот человек за одни сутки в разных странах, это должно нас страшно пугать, что действительно, какой ярости сегодня находится Бог на людей, что люди не ценят ни Его жертвы, ни Его великого воскресения нашего Господа Иисуса Христа, люди ничего не ценят ни благодаря, что действительно Он спас нас, спасает и еще спасет окончательно впереди. Поэтому, дорогие, посмотрите, что мы видим дальше. Здесь еще третья тема открывается в этой 15 главе послания Коринфянам, И мы с вами читаем очень интересные слова, где наш апостол Павел объясняет вообще о самом воскресении, как вообще, чтобы человек понял, что это вообще значит, что это за такое таинственное событие, которое происходит на земле и произошло в лице нашего Господа. Посмотрите, он говорит, 36 стих, это все 15 глава, он говорит, безрассудны, он называет людей таких безрассудными, то есть безумными, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет, и когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, как иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых, сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душой живущую, а последний, Адам, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. На то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует не тление. И вот дальше, что интересно, Господь говорит нам здесь следующее, открывает нам такую тайну, которая связана с учениками Христа, со всеми, кто достигнет Второго пришествия. Мы с вами читаем в 51 главе, говорится, говорю вам тайну, не всем умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное облечется в нетлении, и смертное облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Смерть! Где твоя жало? Ак! Где твоя победа? Мы с вами как раз уже сейчас читали об этом пророчестве, которое прочитали мы в пророка Осия. Итак, смотрите, что получается у нас. Мы с вами увидели, что благодаря этой победе, что наш Господь умер и воскрес на третий день по Писанию, то есть мы с вами имеем очень интересные для себя выводы, которые мы можем сделать. И выводы следующие. Посмотрите, что Господь говорит нам об этих выводах. Воскресение Иисуса удовлетворило Бога Отца. Во-вторых, воскресение Иисуса сделало возможным его строительство Церкви и тысячелетия. Воскресение Иисуса гарантировало воскресение его народа в его второе пришествие и восхищение его невесты в Царство Божие. Это то, что мы сейчас с вами прочитали. Мы с вами действительно знаем, что когда Господь придет, то Он воскресит огромное множество христиан, истинных христиан, которые долгие годы и даже тысячелетия ожидают Его голоса, услышать голос самого Господа Иисуса Христа. Вот мы с вами можем прочитать об этом событии, где говорит сам наш Господь. Посмотрите, что говорится в пятой главе Евангелия от Иоанна. Пятая глава. Господь говорит. Господь говорит в следующие слова, 26 стих, 5 глава, 26 стих. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в котором все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божьего и изыду, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Итак, мы с вами увидели, что действительно огромное число людей, которые находятся в гробах, будут освобождены, они будут воскрешены, и они получат не просто человеческое снова тело, они получат тело, которое будет очень похожим на тело нашего воскресшего Иисуса Христа. И это действительно, уподобленность этого тела говорит о том, что они смогут жить с этим телом в небесном царстве. И что еще очень важно отметить для нас, что многие из христиан, которые будут живыми в это время Второго пришествия, они, как сказал апостол Павел, сейчас мы с вами прочитали, что не все мы умрем, но все изменимся. То есть вот это изменение, мгновенное изменение тела, которое будет также приготовлено для жизни на небе. То есть они, даже не умирая, пройдут вместе, будут восхищены с Господом и будут вместе не царствовать с нашим Господом. Вот какие еще впереди ждут славные события Церковь Христа. И как же мы должны ценить, что многие из нас могут оказаться среди тех, которые будут воскрешены, если мы не доживем до этого Второго пришествия. Или мы, может быть, да, доживем, и тогда Господь соделает все, чтобы мы с вами прошли мимо смерти. А мы знаем, что лишь два человека из Святого Писания, которые не умерли, это Енок, древний служитель Божий, который прожил 365 лет на земле, и он был взят от земли, и пройдя мимо смерти, Господь даровал ему вот такой исход интересный. И также мы знаем еще одного человека, это еврейский пророк Илья, который был взят также на небо, на колеснице Божией. Специально Господь послал свою колесницу, чтобы этого служителя забрать на небо. Вот и такое интересное сравнение, что мы сейчас с вами увидели. Это действительно замечательно. И в-четвертых, я хотел сказать еще очень важную мысль о том выводе, какое значение это имеет для воскресения Иисуса Христа. То есть своим воскресением Иисус Христос нанес смертельнейший, сокрушительнейший удар по царству сатаны и всех врагов Божьих. То есть мы с вами знаем, что наш Господь, когда воскрес, когда Он еще находился где? Он находился в сердце земли, когда Он умер, то Его Дух оказался там. Почему в сердце земли? Потому что мы с вами знаем, что там находится преисподня, там находится страшное место мук и страданий всего человечества. Но до того времени, пока не была одержана победа, там находилось недалеко и рай Божий, рай Божий. И вот именно туда пришел наш Господь. Представляете себе, что наш Господь не имел покоя даже во время своего еще. Он уже, Его Дух был живой, но Он еще не появился перед учениками, еще не воскрес, но Он уже совершал великий труд спасения тем людям, тем уже Духам, которые находились тысячи лет. Они находились где? Они находились в преисподней. Именно туда Он пришел, для того, чтобы благовествовать и объявить о своей победе над сатаной и забрать ключи от ада и смерти. Вот для чего Он пришел. А в этом написано в послании Петра, в первом послании Петра. И поэтому мы с вами благодарим Господа, что Он это все соделал, и что действительно враг сатана, который хотел убить его, и он думал, что он уже победил, что он умер, и что умер Бог, и с ним все закончится. Но он не знал, что Господь силен, что Отец Божий и Дух Святой, они совершат великое и дадут нашему Господу не просто человеческое тело, но это тело, которое могло здесь на земле одновременно жить человеческой жизнью. То есть, когда Он пришел к ученикам, если вы помните, то Он спросил, есть ли у вас какая пища? И вот Он перед ними ел пищу. Он показал им свои раны, и Он мог исчезать, и Он мог проходить сквозь двери, Он мог делать все, что угодно, потому что это тело было одновременно физическим и духовным телом. И вот именно с этим телом, то и Он был восхищен куда? В небо, в третье небо, к Отцу. Но даже и тогда, когда Он восхищался на третье небо к Отцу, и тогда Он совершил свою битву с силами зла. И тогда Он нанес такое сокрушительное поражение врагам, силам, начальствам, властям. Он лишил их силы. Он лишил их той силы, которую они имели до Его воскресения. Потому что мы знаем, что как Израиль, так и другие страны были наполнены страшными демоническими созданиями, которые творили столько зла на земле. И Он нанес это поражение. Поэтому мы с вами понимаем, какой наш Господь великий труженик, так же, как и Дух Святой, который был послан вместо него сюда на землю, чтобы совершать здесь чудные дела. Мы благодарим нашего Господа, что Он действующий. Как Отец делает, сказал Иисус, так и Я делаю. Поэтому давайте еще раз взойдем на Голгофу и посмотрим, как происходили события. Это написано в Евангелии от Матвея. Давайте вместе откроем и посмотрим, как наш Господь ввел себя в это время. Евангелие от Матвея. Это 27 глава. И мы прочитаем 45 стиха. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама сабахвани, то есть Божий мой, Божий мой, для чего ты оставил меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет он. И тот час побежал один из них, взял губку, наполнен уксусом, и наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его?» Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух, и вот завица в храме разодралась надвое. Сверху донизу и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенью, вошли во святой град, и явились многим. И дальше мы с вами читаем следующее. «И сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, и все бывшие устрашились, весьма и говорили, воистину он был сын Божий. Там были также и смотрели, и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Якова, и Иосифа, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Римафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу, и положил его в новом своем гробе, который высеком в скале, и, привалив большой камень, к двери гроба удалился. Была же там и Мария Магдалина, и другая Мария, которые сидели против гроба. А теперь мы перейдем с вами к 28-й главе, и вот это ключевой момент его воскресения прочитаем вместе, и мысленно мы с вами воздадим хвалу, честь и славу нашему Господу воскресшему. И здесь написано в первом стихе 28-й главы «По происшествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другие, и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое взаимотрясение, ибо ангел Господень сошелся с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее. Скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам, и выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и это Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» и они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам об этом, о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим Его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Итак, мы с вами увидели сейчас полную картину этого славного воскресения, и мы с вами можем дивиться тому, как женщины, какой любовью, каким миром вот эти провозвестницы, которые так служили Ему при жизни, и как они переживали эту смерть, и как они искали Его, как Мария Магдалина и другие Марии. Мы с вами видим, что действительно есть очень искренние, сердечные ученики, которые по сей день видят эту картину и знают, что это действительно правда, и что никакая ложь сатаны, которая была придумана еще в то время, и мы с вами сейчас прочитали, что до сего времени вот этот обман о том, что Иисуса украли ученики, и что Его тело унесли куда-то, и что на самом деле Он не воскрес. То есть вот эта ложь, очередная ложь, которую использует враг сегодня через разные разговоры, через разные лжеучения, все это сеется лжепророками и всякого рода врагами Божьими. Поэтому мы с вами должны отстаивать вот это слово, это слово жизни, как было сказано, это слово действенное, это слово, как меч обоюдоострый. И мы с вами должны пользоваться этим словом для того, чтобы образумлять людей, чтобы они не верили никаким байкам, никаким башням, ничему тому, что сегодня сеет враг. Мы на стороне нашего Господа, мы Его ученики, мы часть Его, мы жребе Его, и мы должны до конца пройти свой путь с Ним, невзирая ни на кого и ни на чего, смотреть только на Него, на нашего Спасителя. Обратим внимание, в самом завершении я хотел бы с вами открыть еще лишь одно место, это первое послание фессионикицам, и мы с вами в четвертой главе читаем следующие слова. Здесь апостол Павел говорит этому собранию фессионикицев следующее, тринадцатый стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потому мы, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним, восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга, дорогие друзья, и этими словами. Слава Господу, что сегодня Он нам даровал это слово. Слава Господу, что сегодня у нас ободрил, что Он сегодня нас вразумил. Может быть, то, что мы еще не так знали хорошо, может быть, не так понимали. Но сегодня было прочитано это слово для того, чтобы Господь нас продолжал пробуждать. Он пробуждает, Он любит нас, Он хочет победы нашей, Он ждет нашей встречи с Ним. Поэтому да благословит каждого из вас, из нас, дорогих друзей, и чтобы мы продолжали в ревности, в страхе святом, в страхе Божьем совершать свою жизнь перед Ним. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!